Всем привет, с вами канал Всю Китай и сегодня у нас очередное видео по сборке УАЗа 469 от бренда Diagostini в восьмом масштабе. Это вот такая вот здоровая модель, собираем ее по журналам, по 4 журнала в каждом видео и сегодня очередные журналы будем собирать. Модель полностью в кадр не лезет, но это в общем-то для новичков, кто не понимает о чем видео и случайно сюда попал. Модель здоровенная, будет больше полуметра и весом в 7 килограмм, в 7,5 даже по-моему. В общем сегодня у нас 4 журнала, это номер 49, номер 50, номер 51 и номер 52. И конечно же вот они 4 комплекта деталей, они все упакованы, мы сейчас каждый распакуем, посмотрим и соберем. 3 комплекта здесь небольших, ну а 4 вот этот, здесь пол у нас и достаточно большой номер, много деталей, точнее большая деталь скажем так в комплекте. И сборка наконец-таки будет кузова у нас продолжаться и все это будет красиво. Кстати, хотел бы передать отдельный привет Диагостине, если кто-то из вас смотрит, из сотрудников и так далее и тому подобное. Кто не знает из моих зрителей, меня кинули с подарками, мне не сказали. Ну в общем-то это долгая история, не буду вникать. Но смысл в том, что меня оставили без подарков, которые идут по подписке. И по итогу сейчас вот эта вот посылка, которая мне пришла, мне пришло на почту письмо, то что моя посылка собирается. Что будет в моей посылке, но это было пару недель назад. И там написано то, что вас ждет подарок, комплект покрышек, там я не помню в каком номере должно это все быть. Но его сука нету. То есть в письме написали то, что вам придет подарок. Я думаю, блин, неужто мне решили все-таки подарки эти выслать? А подарка не было в посылке, только 4 комплекта журналов. Диагостине, вы хоть проверяйте, кому что вы отправляете. Блин, нахрена это все, короче. Ладно, давайте собирать и смотреть, что у нас здесь получится. 49 номер и это детали, которые идут с ним. Здесь все металлическое. Это, как видно, по формам. Это каркас сидения. У меня уже есть подушки с прошлых номеров. Мы их собирали в прошлом видео. И, соответственно, сейчас вот такое вот сидение мы соберем. Ничего нового. Сидушку растянули. Я про это уже говорил. В общем, не буду застрять на этом внимания. Давайте быстро соберу и покажу, что у нас получится. Продолжение следует... Итоги 49 номера журнала. И как бы странно это не выглядело и не звучало, в руках у меня переднее сидение. Причем, как выяснилось, это именно правое сидение. И в отличие от того, которое я собирал до этого, то есть от вот этого, оно умеет делать вот так. То есть оно полностью складывается и здесь есть кронштейны. Сделано это, как написано в журнале, для того, чтобы можно было установить носилки. То есть такая вариация. Но я так понимаю, то, что носилок никаких не будет. Это просто, ну, для чего-то они сделали, чтобы наглядно было видно. Но по факту можно собрать так же, как и вот это. То есть кронштейны вот эти не устанавливать. И вот эти винты просто закрутить вот в этой части. Сейчас же получается, у нас здесь установлены кронштейны на средних винтах. Ну, вот так вот наглядно, чтобы разница была видна. И вот здесь, где должен быть винт для того, чтобы она не складывалась, есть фиксаторы. Их, наверное, не очень хорошо будет видно. Вот так постараюсь показать. То есть вот они, фиксаторы. Они на вот этих кронштейнах находятся. И они реально фиксируют. То есть оп, и все. И оно ни вперед, ни назад. Можно с помощью усилия его дальше разложить. Что, соответственно, не должно, в принципе, быть. Но, тем не менее. Модель стендовая. Ну вот. Оно держится все без проблем. Но в случае необходимости можно будет придать усилие и, соответственно, сложить. Короче, ну, прикольная механика. Не знаю, для чего они ее вообще внедрили сюда. Но пускай будет. Решил собрать именно так, как написано в журнале. Но в случае чего, повторяю, можно будет пересобрать. Сделать так же, как и водительское. Чтоб оно было не складное. Давайте смотреть дальше. Номер 50. И это детали, которые идут с ним. Здесь у нас пол салона. Он из пластика. Сейчас такая же деталь. Ну, в общем, похожая. Уже установлена на модель. И то пол кузова. Он металлический. А поверх, видимо, чтобы скрыть различные штуки. Ну, разные нюансы, которые есть. Там, провода и прочее. Есть еще пол салона. Он сделан из пластика. И он такой большой. Во всю длину модели. Ну, начиная от... Ну, в салоне, в общем-то. И, в общем-то, он пластмассовый. Но выглядит очень даже хорошо. Крышка люка в коробке передач. Ну, по крайней мере, так называется эта деталь в журнале. Тоже выполнена из пластика. Выглядит... Ну, не сказал бы, что прям хорошо. Но, в общем-то, нормально. Обычный черный пластик, не крашеный, ничего. И есть вот такие вот кожухи. Они, кстати, резиновые. Ну, и винты. Сейчас, в общем-то, все это воедино нужно собрать. И посмотрим, как это будет выглядеть. А, да, еще есть вот такие вот три крышки. Ну, в общем-то, название всех деталей у вас на экранах. Давайте собирать. Субтитры сделал DimaTorzok Итоги 50-го. И вот он, наш пол, который уже собран. А также мы поставили вот эту перегородку и ее прикрутили. Единственное то, что перегородка металлическая, пол пластмассовый. И пока что эта конструкция, ну, выглядит максимум неправильно. То есть, ну, вот я держу за пол и перед реально перевешивает. Но у меня все получилось плотно. В журнале написано то, что может прилегать не плотно. Но, типа того там в 54-м, по-моему, то есть в следующем видео, будет, соответственно, какие-то штуки будут, которые эту конструкцию укрепят. Пока что это все как-то вот так. Замечания по номеру. Будьте внимательны, не делайте моих ошибок, не повторяйте. Я прикручивал этот кожух. И, в общем-то, много усилий, видимо, приложил. И у меня винты вылезли наружу. Ну, то есть, я подразумевал то, что здесь все предусмотрено по размеру. Но не подумал о том, что это резина. И она легко продавливается. И по итогу, да, винты по длине предусмотрены. Но если сильно крутить, резина продавливается. И, соответственно, получается вот так вот. Тем не менее, идем дальше. Номер 51. И это детали, которые идут с ним. Здесь два коврика. Коврики настоящие, резиновые. Ну, в смысле, выглядят как настоящие. И плюс сделаны не из пластика, а сделаны из резины. Что, конечно же, хорошо. Хорошо. Целых два коврика на, соответственно, один выпуск. И три кусочка двухстороннего скотча. Давайте собирать. Ну, и итоги 51 номера журнала. Вот так вот все это выглядит. Здесь особо ничего не собирали. Только коврики эти приклеили. Ну, в общем-то, ничего сложного. И очень мало деталей для одного номера, который стоит 500 рублей. Кстати, да. Номера подорожали. Раньше они стоили 499 рублей. А теперь они по 549 рублей. Начиная с 50 выпуска. То есть, ну, грубо говоря, 90 номеров подорожало на 49 рублей. Можете умножить. Точнее, подорожало на 50 рублей. Можете умножить. Ну, это 4,5 тысячи получается. И модель теперь уже не в 70 тысяч встает, а еще на 4,5 тысячи больше. Если не будет больше подорожаний. В общем, цена у этого лаза растет. И узнаем мы об этом, когда уже больше... Точнее, не больше половины, но почти половину собрали. Короче, такое себе. Последний номер на сегодня. Номер 52. И это детали, которые идут с ним. Здесь у нас также есть коврик. Это на задний ряд сидений. Есть двухсторонний скотч, чтобы его приклеить. Ну, и есть винты, которые будут служить у нас для того, чтобы прицепить сидение, если не ошибаюсь. То есть, сидение сейчас мы прикрутим и одно, и второе. Ну, а также здесь есть различные крепежки. Есть насос. Правда, не покрашенный. Просто вот сделан, как сделан. Скажем так, для того, чтобы был. Есть данкрат в разобранном состоянии. Ну, и, в общем-то, все. Название детали, опять же, на экране. Можете ознакомиться. Давайте собирать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, и вот так вот выглядят итоги 52-го номера журнала. Выглядит все достаточно неплохо, но, блин, у меня много вопросов к тому, кто конструировал и делал эту модель. Здесь просто нереально. Я не знаю, конструктор явно не для детей. Ну, в смысле, модели вот эти явно не для детей. Они очень дорого стоят. И как? Вот мой палец. С трудом я могу туда засунуть один палец. Два пальца у меня под сидение не влезут. Но при этом насос цепляется уже после установки сидения. И цепляется на хомут, который не совсем видно. И, наверное, у меня даже не получится показать. Но я к тому, что у меня до сих пор он прицеплен так, что, ну, не так, как должен быть. Я там одной отверткой держал, другой отверткой прижимал с другой стороны. И входит все, в принципе, нормально. Но, блин, сам насос, видимо, толще, чем этот хомут. И не дает до конца мне его закрыть. И у меня мотыляется сам насос. И сам хомут вылазит. Если я сейчас буду мотылять насос, то хомут просто оттуда выпадет. Это не говоря о том, что сколько я промучился, прежде чем у меня получилось вообще хоть как-то это зафиксировать. То есть я одну сторону фиксирую, другая вылезает. Короче, это пипец. Я эту штуку уже снимал черную, чтобы подлезть с другой стороны. Я что только не делал. И это, в принципе, нереально. Ну и да, понятно, что насос лежит поверх сидения. То, чтобы других вариантов не было. Но все-таки это можно было как-то предусмотреть. Сделать разборный насос, чтобы можно было хомут установить, допустим, сразу. А насос потом с одной стороны воткнуть, с другой стороны воткнуть. И все. Блин, короче, я не знаю. Это было очень тяжело. Прям максимально выбесила меня эта штука. Но кое-как сейчас держится. Но чувствую, к концу сборки он у меня оттуда просто-напросто выпадет. И будет валяться где-нибудь в багажнике. Не суть. Также вопросы у меня к вот этим штукам. Не знаю, для чего они прикручиваются на винты. Снизу. Но это максимально неудобно. Потому что эти штуковины маленькие, крепежи. И, соответственно, их с одной стороны нужно держать. Я все пальцы себе поддавил, пока это сделал. Но кое-как я их все-таки затянул, зафиксировал. Тоже можно было что-то придумать. Блин. Сразу прикручивать с вот этими штуками, которые здесь втыкаются. Это у нас для Данкрата удлинитель, по-моему. А с той стороны лежит ключ для того, чтобы заводить этот УАЗ именно с ключа. Ну, то есть, который втыкается спереди, если я не ошибаюсь. Короче, смысл в том, что если бы они сразу здесь стояли, удобнее было бы держать. То есть, сделали бы их из металла, допустим. Короче, можно было тоже предусмотреть. Тоже максимально неудобная хрень, которая мне здесь не понравилась. Ну и коврик, что-то непонятное. С одной стороны у меня он внахлёст, с другой стороны он получается не внахлёст. Плюс здесь почему-то не хватает куска. Кто тоже собирает УАЗ 469, скажите, у вас есть этот кусок или нет? Ну, то есть, это так предусмотрено, так придумали или что? Ну, в журнале, в общем-то, там все в порядке. У меня вот почему-то, как будто мыши здесь откусили кусок этого коврика. Но, в целом, все-таки все в порядке. Понятно то, что различные мелочи нужно допиливать самому, доделывать самому, переделывать. Насос, скорее всего, придется немного сточить аккуратно наждачкой или чем-нибудь. И тогда все будет в порядке. Ну, блин, это стоит очень недешево. И что-то допиливать еще своими руками я не вижу никакого смысла. То есть, мне интересен процесс сборки. Мне неинтересно что-то самому переделать и сделать по-другому. Я хочу сделать так, как это должно быть, заплатив, повторяю, больше 70 тысяч рублей. Да, сколько уже потрачено, сумму видите на экране. То есть, на данный момент на 52 журнала. И, соответственно, делайте выводы. Опять же, давайте, можете писать шутки про то, что можно купить УАЗ один к одному и все дела. Это все понятно. Но вот мне захотелось оформить так называемый кредит по журналам. Ну, кредит, потому что раз в месяц я плачу по 200 небольшим тысячи за эти журналы. И раз в месяц только собираю. По-другому никак. То есть, сразу купить такой УАЗ собрать нельзя. Только вот так, как это делаю я. Что ждет нас в следующем месяце? То есть, следующие четыре номера журнала, анонсы этих выпусков. Вы видите сейчас комплекты запчастей на экране. То есть, что будет вместе с журналами. И можете понимать, что будет в следующем видео. Но следующее видео, я уверен, то, что будет не менее интересным, чем это. И мы тоже много чего соберем. В общем, должно быть достаточно прикольно, достаточно интересно. Но это уже все будет в сентябре. Если вы хотите, так же, как и я, подписаться на УАЗ-469 и собирать его вместе со мной. Или если вас просто интересует эта тема и вы хотите посмотреть видео по этому УАЗу с самого начала. Как ссылка на УАЗ для подписки, как на мой плейлист. Все есть, в общем-то, в описании под этим видео. Можете перейти туда. Ну и подробнее про УАЗ-469 этот, про сборку, про все нюансы и так далее. Я рассказывал в первом видео, когда только начинал собирать. Рекомендую начать просмотр с него, если вас эта тема заинтересовала. То есть, переходите на плейлист и смотрите первое видео. Оно длинное, но там все максимально подробно разжевано. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте мне лайк. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой Инстаграм. С вами был Игорь, канал Все Китай. Всем удачи и хорошего настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok